всем привет сегодня будем делать упражнение 929 давайте приступим скачем наше упражнение нажав по синей кнопочки и сразу же открываем его пакетрейсере для этого нужно подождать буквально пару секунд пока она откроется сегодня мы будем изучать IRP table и делать небольшое и довольно таки интересное задание на эту тему открываем наш пакетрейсер который уже уже готов к работе откроемся профайл и вводим имя имя email и группа нажимаем ok и подтверждаем теперь откроем задание и смотрим что нам нужно будет сделать я закрепил задание теперь она никуда никуда не будет прятаться даже если мы будем работать с нашей сетью и давайте начнем первое что нужно сделать это сгенерировать сгенерировать IRP запрос для этого нам нужно пропинковать с компьютера 172.16.31.3 на 172.16.31.2 открываем первый desktop командная строка ping 172.16.31.2 готово ждем ping все смотрим дальше что нужно сделать ввести команду IRP минус D готово заходим в режим симуляции готово смотрим что у нас здесь нам нужно пропинковать еще раз на 182.16.31.3 давайте размещу это так чтобы все было видно вот так desktop командная строка я пинкую не с того компьютера ctrl c так откроем 172.16.31.2 так откроем 172.16.31.2 desktop командная строка вводим команду IRP минус D у нас появился один пакет вот тут дальше нажимаем кнопочку а нам нужно еще ввести команду ping 172.16.31.3 вот все теперь ok у нас появились пакеты так у нас есть пакеты по типу IRP и ICMP дальше что мы делаем нажимаем кнопку catcher forward и смотрим что у нас происходит с нашими пакетами так 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 и теперь вот то есть сначала мы увидели как обвинивается пакетами IRP наше устройство а потом уже идет ICMP нужно будет внимательно по сути нам посмотреть на то что происходит подожмать кнопочки capture forward и ответить на вопросы которые указаны вот здесь дальше нам нужно открыть IDU один из пакетов и посмотреть на MAC адрес и на то что там происходит то есть выбирайте пакет я нажму любой а вам нужно будет взять нужный и здесь вот есть указано указан порт указан MAC адрес и тут тоже вот чаще всего можно увидеть нужную нам информацию что у нас дальше нужно пропинговать с устройства 172.16.31.2 на устройство 172.16.31.4 открываем это устройство давайте зайдем режим реального времени и режим симуляции чтобы все спросилось открываем 172.16.31.2 готово и вводим команду ping мы видим что у нас появились какие-то ICMP и IRP точно так же два пакета и по сути нужно припинговать еще на устройство 1010.16.3 открываем для этого 10 10 10 2 10 10 10 2 вот он десктоп запустили ping готово и нужно будет внимательно посмотреть и ответить how many replies ascent and received то есть сколько у нас отправлено и сколько будет получено то есть мы нажимаем вот эти вот клампочки смотрим сколько сколько пакетом отправляется сколько сколько пакетов мы получаем также это можно будет посмотреть в самом конце пинга когда у нас все все пройдет успешно и все устройства обменяются между собой пакетами мы можем открыть 10 10 10 2 и увидим что уже 3 отправилась кликаем еще у нас вот у нас прошел пинг вот 4 отправлено 4 получено все окей дальше открываем устройство 172 16 31 2 вот он прописываем команду пинг 10 10 10 10 10 дальше нам нужно ввести команду arp-a и перейти в режим реального времени вот наш пинг вводим команду arp-a и мы видим устройство и их IP адреса IP адреса и MAC адреса и мы видим что их всего 3 штуки и последнее нам нужно перейти в режим реального времени открыть роутер 1 командную строку где задание вот роутер 1 командная строка далее вводим команду show macadres table command команду show macadres table мы видим что она пустая посмотрите нужно подумать и ответить почему и последнее что нам осталось ввести команду show arp и ответить на вопрос и за entry for для IP адреса 172 16 31 2 у нас по сути и по сути у нас ответ да таким таким образом мы научились работать с rp научились работать с режимом симуляции а на этом все всем пока и и и и и и и и и